Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Вектор ТВ. В эфире Вектор ТВ. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Альтернатива». В студии работает Капитолина Зинкевич. Здравствуйте. Нефтехимическая отрасль для экономики Беларуси в целом и комфортной жизни людей в частности играет значимую роль. Здесь объединены крупнейшие и стратегически важные промышленные комплексы страны, обеспечивающие работу в том числе и других сфер. Только представьте, сегодня предприятия отрасли выпускают порядка трети всей продукции белорусской промышленности. А если ориентироваться на внешние рынки, то и вовсе свыше 70% товаров нефтехимического комплекса реализуется в более чем 120 странах мира. 60-70-е годы 20 века в Беларуси создали мощный нефтехимический комплекс, который имел стратегическое значение для экономики страны. Все дело в том, что уже тогда продукция комплекса стала основой для функционирования и развития ни одной отрасли Беларуси. Машина, трактора, автомобили строения, транспорт, сельское хозяйство, легкое, пищевая, медицинская и микробиологическая промышленность, коммунальное хозяйство. И так уже на протяжении более 60 лет нефтехимическая отрасль остается ключевой отраслью в промышленности Беларуси. А профессия нефтепереработчика не теряет своей актуальности и с каждым днем лишь укрепляет свои позиции. Сегодня НПЗ Беларуси на пути большого технического перевооружения. Именно от последовательного развития предприятий нефтехимии зависит удержание позиций на рынке нефтепродуктов. В этом плане 90-е годы прошлого века стали переломными не только в судьбе бывшего СССР, но и в судьбе двух нефтеперерабатывающих заводов страны. Именно тогда на Новополоцком Нафтане и Мозерском НПЗ приступили к поэтапной реконструкции и модернизации объектов завода. Реализация инвестпроектов продолжается и по сей день. Заводы тем временем выполняют главную задачу – работают над повышением глубины переработки нефти и получением продукции европейских стандартов качества. В минувшее воскресенье работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отпраздновали свой профессиональный праздник. Для Новополоцка это особый день, ведь сегодня именно в Нефтеграде функционирует один из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов – открытое акционерное общество «Нафтан». К слову, здесь же по левую сторону реки Запенда-Двины и зарождалась белорусская нефтехимия. Безусловно, как и в любой другой отрасли, ее зарождение, становление и развитие было бы невозможным без главной составляющей – людей. Какова она профессия нефтепереработчика? Смотрите в нашем сюжете. Большая нефтехимия Беларуси зародилась на древней Полоцкой земле, по левую сторону реки Западной Двины. И это неудивительно. Выгодное географическое положение – близость западных границ, что давало возможность экспорта в страны Западной Европы. Необходимость обеспечения нефтепродуктами западных регионов тогда еще Советского Союза – соседство крупного транспортного узла Полоцка – стали основными критериями при выборе строительной площадки. И вот 6 августа 1958 года работа закипела. Начало развития авангардной отрасли народного хозяйства и важного элемента промышленного комплекса республики было положено. На завод Владимир Ванин теперь уже ведущий технолог. Производство номер один пришел в 1974 году. Говорит, дело случая предопределило его профессиональный путь. На заводе распределился на установку гидроочистки. Теперь уже не мыслит себя без этой работы. Мои дети считают гидроочистки. Первая была установка, третья гидроочистка, это 1974 год. Мы пускали. Потом дальше пускал четвертую гидроочистку. Ну а сегодня реконструируем. Реконструируем с целью повышения эффективности работы, качества и производительности установки поднимаем. 45 лет в нефтехимии. Сегодня, оглядываясь назад, Владимир Васильевич убежден, задачи, стоящие перед заводом, остались прежними, а вот передовые технологии берут свое. Задачи у нас были одни. Это то, что и сегодня. Надо пускать было установки, надо было строить их. Но если говорить о сегодняшнем дне и вчерашнем, то сегодня, конечно, далеко мы шагнули вперед. И имею в виду техника другая, требования другие. Ну и вся культура производства другая. Сегодня завод облагоражен, ухожен, культурен. В те времена меньше было внимания уделялось культуре производства. В основном надо больше строить. Но сегодня строим меньше, но более эффективно и качественно. Если с каждым десятилетием культура производства меняется, а технологии совершенствуются, то неизменным на Нафтане всегда был и остается его главный фундамент, на котором все держится и от которого зависит работоспособность нефтегиганта – его люди. Конечно, это был энтузиазм людей. Тоже все работали, не считались со временем. То есть старались выполнять все задания. Ну, в принципе, и сегодня люди у нас, никто не отказывает никакой, не боятся работы. Ну, хочу сказать только единственное, что раньше было требования другие. Сегодня более ужесточенные требования, более ответственные требования. Как я же повторюсь, уже как говорил, со стороны промышленной безопасности, техники безопасности. Ну и уменьшение ручного труда, естественно. В том, что самое ценное, что есть у нанимателя, его кадры, твердо убежден и Денис Карась. Знает он это не понаслышке. На установке и замеризации ксилолов начинал машинистом. Уверен, такая закалка только помогает руководителю. Любой руководитель должен прочувствовать руками все оборудование, всю вот эту начинку изнутри. Ведь в свое время я начинал на этом технологическом объекте машинистом четвертого разряда. Чистил емкости, чистил колонны, ставил заглушки. Ну, спектр работы очень много, действительно. На сегодняшний момент я этот объект знаю и наизнанку весь. Сегодня на Нафтане навряд ли встретишь хоть один случайный объект. Таковых просто нет. Все установки и технологические объекты завода – важные звенья в технологической цепочке предприятия. Наша установка – это установка, как я уже отметил, она в комплексе ароматики работает для того, чтобы получить в перспективе на нашем комплексе – это товарный пароксилол и ортоксилол. Пароксилол – это сырье для могилевки волокна, а ортоксилол – это для лисковой краски. Безусловно, нафтановцы – профессионалы своего дела, а еще это открытые люди, готовые в любой момент прийти на помощь. Вот эта самая открытость и привела Дениса Карася в депутаты города. Сегодня его мобильный телефон не умолкает ни на минуту, а проблемы заводчан и новополочан не остаются без решения. Как начальник Денис, он требовательный, как человек он хороший, старается, помогает, объясняет, где-то какие-то нюансы помогает решить, даже, скажем так, нюансы, которые за территорией предприятия. Операторная? Да, слушаю. Саша, открой задвижки 1ХВА-01 и 1ХВА-10, пожалуйста. Принято. Владимир Тетирук, внук 4-го директора НПЗ Владимира Григорьевича Тетирука, 3-й в семейной династии нефтехимиков. О том, где будет оттачивать мастерство нефтепереработчика, не задумывался ни на секунду. Продолжить семейную традицию для молодого специалиста было делом чести. Я смотрел, как дедушка брал меня к себе в гости, слушал разговоры, мне это очень нравилось. И я в жизни определил, что я именно хочу связать свою судьбу с заводом. Как я пришел сюда, я не боялся никакой работы. То есть, потихоньку, по шажочку, по шажочку я завоевывал доверие. То есть, в этом плане я не чурался никакой работы, что мне давали, то я и делаю. Такой подход к работе привел к ожидаемым результатам спустя годы повышения в должности до старшего оператора. Сегодня основная задача Владимира – управление технологическим процессом, с которой, стоит отметить, он справляется на ура. С новой должностью прибавилось и ответственности, признается молодой человек. Но в коллективе уверены, такой специалист справится с поставленными задачами. Он хорошо усваивал информацию, всем интересовался, хорошо работал, поэтому мы не смотрели на то, кем был дедушка. И проявил себя очень хорошим молодым специалистом. Он показал себя трудолюбивым и сильно специалистом. К слову сказать, кадровой политике в открытом акционерном обществе «Нафтан» всегда уделялось большое внимание. Такую основу заложил еще первый директор завода Олег Александрович Ктаторов. Последующие руководители этой тенденции старались придерживаться. При третьем директоре, когда ротация прошла, Коротков уходит, назначается Рудковский. Он меня назначает главным инженером, а сам директором становится. Вот при нем началось выдвижение наших белорусских кадров. Они уже покончали технику, покончали институт. Эти ребята – был костяк, на который мы опирались с Александром Ильичем Рудковским, чтобы удержать ту планку, которую задали. А мощности были заданы действительно серьезные. С 16 миллионов тонн в год производительность завода по переработке нефти возросла до 25 миллионов тонн. И здесь уже нельзя было подвести или сбавить обороты. Когда мне доверили эту должность генерального директора, моя задача вместе уже с воспитанниками нашими белорусскими, которые прошли эту школу, удержать эту планку 25 миллионов. И мы до самого распада 1991-1992 года удерживали, перерабатывая ежегодно 25 миллионов тонн нефтевода. Династии этих было на каждой практически установке, особенно АТ-6, АТ-8 много дало кадров, в восьмом цеху много. Сегодня рассказывать о том, какие они нафтановцы, можно очень долго. Ведь труд этих людей поистине заслуживает уважения и почета. Не говоря уже о том, какую значимую роль сегодня в экономике страны играет профессия нефтепереработчика. Это очень важная отрасль в экономике города Новополоцка и города Мозыря. Потому что это градообразующие предприятия. И по сути дела они являются сегодня основными такими предприятиями, где работает огромное количество людей. А если уж говорить о семьях, которые работают вместе с теми, кто работает на этом предприятии, то это можно умножать смело на 4 и мы получим, что практически город Новополоцк, это его история, связанная с этим заводом, несомненно. Поэтому, конечно, нефтепереработчики – это люди, которые пользуются авторитетом в нашей стране. Которые сегодня, если говорим нефтепереработчик, то сразу понимаем, что это профессионал своего дела. И поэтому, конечно, очень важно для страны, очень важно для области, ну и, конечно, очень важно для города. Искренне поздравляю всех с праздником. Прежде всего, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы предприятия работали стабильно, эффективно, чтобы складывалось все замечательно в трудовых коллективах. Ну, а людям, каждому человеку, каждому нефтепереработчику, его родным, близким, конечно, счастья, здоровья, благополучия, обыкновенных человеческих таких ценностей, которые есть у каждого. Сегодня открытое акционерное общество «Нафтан» – это десятитысячный коллектив людей, преданных своему делу и выбранной профессии. И уже традиционно, в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, работники, которые своим личным трудом и самоотдачей добились успехов на трудовом поприще, получают почетные награды и благодарности различного уровня. Самое значимое из них – почетный знак «Гоноровый нафтовик». В этом году ее удостоились три нафтановца – один из них и Николай Алексеевич, ровесник флагмана белорусской нефтехимии Открытого акционерного общества «Нафтан». Производственный опыт в 35 лет позволяет с успехом выполнять поставленные задачи всему коллективу цеха, вносить свой вклад в реализацию инвестиционной программы развития «Нафтана». Мне довелось еще работать с теми, кто залаживал именно фундамент нашего завода и даже в прямом смысле, то есть участвовал в строительстве непосредственно установок, производств, а затем и уже вел технологию. Поэтому, наверное, нужно сказать, что вот те люди, которые именно в начале истории «Нафтана» работали, они и заложили вот все то славное, что сейчас мы о чем можем сказать именно сегодня. Накануне профессионального праздника принимали поздравления работники предприятия, отвечающего за транспортировку нефти в Беларуси, Открыто акционерное общество «Полоцк Транснефтдружба». Сегодня в нефтехимической отрасли страны значение этого предприятия очень весомо. Они – своеобразная артерия открытого акционерного общества «Нафтан». На протяжении очень многих лет, практически столько же лет существует предприятие в разных формах, сколько существует и наш город, предприятие всегда справлялось с ответственной работой ритмичной и стабильной поставки нефти, сырья для нашего нефтеперерабатывающего предприятия. Тем самым, конечно же, внося очень весомую долю в социально-экономическое развитие всего нашего региона, да и всей нашей страны. Свои поздравления с профессиональным праздником Новополоцку и его жителям направил генеральный директор открытого акционерного общества «Нафтан» Александр Демидов. Ведь для Новополоцка – города Нефтеграда. Это особый праздник. Я хочу поблагодарить наших коллег, наших сотрудников за тот непростой, пощеркну, непростой труд, я четко это понимаю, за ту ответственность, за тот патриотизм нашему предприятию. Спасибо, что действительно общими усилиями мы все это делаем. И прежде всего, конечно же, все мы это делаем для наших людей, для наших завичан, для наших граждан. Прежде всего, хочу пожелать, конечно же, чтобы было здоровья. Здоровья, успехов, благополучия, всего самого наилучшего. Уверен, что вместе мы сила, вместе мы все завершим, сделаем. Все у нас будет хорошо. Так что с праздником, дорогие друзья, коллеги. Всего самого наилучшего. Хорошего вам настроения. Хорошего праздника. У меня на этом все. Если вы что-то пропустили, программы «Вектор ТВ» можно просмотреть на официальном сайте Новополоцка, на ютуб-канале нашей телерадиокомпании и на страничках в наших социальных сетях. Спасибо за внимание и до новой встречи через неделю. Новосибирск, 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 Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин